МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марины Бортенева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 1 ноября наступает срок уплаты налога на имущество, транспорт и землю. Подробности смотрите в депортаже Натальи Замора. Выставка всемирно известного мастера микроминиатюр Эдуарда Казаряна готовится к открытию. Юлия Денежкина расскажет подробнее. Для этих ребят творчество Майкла Джексона стало важной составляющей жизни. О том, как не умирают легенды, в сюжете Дарья Топчевой. Межрайонная ФНС России, номер 13 по Краснодарскому краю, напоминает о том, что 1 ноября наступает срок уплаты налогов на транспорт, землю и имущество за прошлый 2011 год. Наталья Замора продолжит тему. До уплаты налогов осталось два месяца. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 13 России по Краснодарскому краю физическим лицам уже рассосланы соответствующие уведомления. Начала проводиться эта работа в мае и завершилась в июле. В связи с тем, что с 2012 года изменен срок уплаты имущественных налогов, налоговое уведомление налогоплательщиков направлено новой формы, единое налоговое уведомление, которое включает в себе начисления по трем имущественным налогам. По налогу на землю, по транспортному налогу и налогу на имущество. В случае, если налогоплательщик по каким-либо причинам не получил уведомления, то ему необходимо обратиться в фискальные органы по месту регистрации. 1 ноября наступает срок уплаты за 2011 год. Однако, налоговый кодекс предусматривает досрочное погашение. То есть, каждый налог можно заплатить отдельно, не дожидаясь определенного числа. Мы обращаемся к физическим лицам с просьбой досрочно уплатить имущественные налоги, ввиду того, что суммы от уплаты имущественных налогов поступают в доходную часть городского и краевого бюджета. Стоит отметить, что несвоевременная уплата налога влечет за собой начисление пени за каждый день просрочки в размере 0,03 от суммы. По всем интересующим вопросам каждый налогоплательщик может обратиться в общественную приемную, которая находится по адресу улица Чичерина, 61, с 11 до 13 часов. Наталья Замора, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. На территории Краснодарского края реализуется целевая программа «Старшее поколение», одним из направлений которой является проект «Приемная семья». В его рамках с 2009 года стало возможным обеспечить должным уходом людей пожилого возраста в домашних условиях. В нашем городе этот проект не столь популярен. По данным комплексного центра социального обслуживания, в Армавире всего две семьи стали его участниками. Стоит отметить, что среди причин, побуждающих семью взять на попечение пожилого человека, корыстный интерес едва ли будет значиться. Из средств краевого бюджета гражданину, который оказывает социальные услуги, производится выплата в размере 3000 рублей в месяц. При этом право наследовать имущество приемного он не имеет, равно как и получать его пенсию. Если граждане желают и хотели бы воспользоваться данным проектом, то они могут обратиться к нам в Центр, в отделение срочного социального обслуживания. Мы можем, допустим, предложить кого-то, если у нас есть... Ну, на сегодняшний момент у нас есть люди, которые желают получать услуги, но, к сожалению, нет еще тех, кто бы хотел оказывать. 28 августа православные христиане отметили большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. На этот день также приходится окончание Успенского поста, по строгости которой приравнивается к великому. Наша съемочная группа посетила праздничное богослужение в одном из храмов города. И тем утром в Святоникольском соборе много прихожан. Здесь проходит торжественное богослужение, посвященное православному празднику – Успению Пресвятой Богородицы. По сути, Успение – это смерть физического тела, что, однако, не является поводом для печали. Православные христиане верят, что Богородица или Дева Мария не умерла. Она воскресла и живет сейчас на небесах. И если мы с вами, стоя у Бога, любимого человека, убиваем слезы, то тут наши слезы с вами притворяются в радость. Образ Пресвятой Богородицы на протяжении многих веков сопровождал русский народ. Так сложилось, что именно на ее икону молились наши предки в периоды тяжелых испытаний, войн революции, и выходили из них, что называется, с Божьей помощью. Видимо, благодаря этой давней связи Пресвятая Богородица в народе особо почитаема и любима. Мы с вами должны исполняться такой же любовью, такой же снисходительностью, таким же милосердием, таким же смирением, такой же готовностью понять и услышать нашего ближнего, пожертвовать чем-то ради него. Сейчас время жертвенности, время милосердия и время взаимопонимания. Потому что все остальное, культ материальный, нас с вами сейчас не спасет. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Профессиональный праздник кинематографистов отмечается в России ежегодно 27 августа, вот уже на протяжении более чем 20 лет. К праздничной дате в Армавирском кинотеатре «Родина» состоялся показ отечественной киноленты «Ко-Ко-Ко». Подробности в сюжете Юлии Денишкиной. Картина «Ко-Ко-Ко» для показа армавирскому зрителю в праздничный день была выбрана не случайно. Фильм Авдотьи и Смирновы на 23-м кинотавре собрал рекордное количество зрителей. Почти дословная расшифровка названия фильма – вечная комедия русской жизни. Хочется заметить, что в настоящее время отечественное кино в основном изжило себя, и чаще зрителю хочется зарубежного экшена. К авторским творениям интерес напрочь потерян, и в День российской кинематографии сотрудники кинотеатра «Родина» организовали просмотр настоящей жизненной комедии с огоньком. Тем самым поздравили армавирцев с этой памятной датой, сделав таким образом свой вклад в популяризацию русского кино в нашем городе. Отечественная лента пришлась по душе каждому присутствующему на просмотре, и ни один человек пожелал побольше таких картин нашей отечественной кинематографии. На самом деле это очень интересное экспериментальное кино, так что я думаю, это правда русский фильм про русскую жизнь. Необычно очень. Очень понравился. Чем вам понравился фильм? Легкий, веселый и неинтересный. Ну давно бы такие фильмы показывали, было бы замечательно. Ну конец был такой неожиданный, но в целом фильм очень хороший. Хорошо играли актрисы, действительно. Так, наверное, и есть в наших столицах. Ну, наверное, тем способом, которым показаны отношения между разными действительно слоями, разными культурами и разными образами жизни. Вообще супер. Чем понравился? Смешной, комедия хорошая такая. Почаще ходить сюда, очень хорошее качество, как бы удобно, ну и все супер. Юлия Денежкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Проникая в мир танцевального Армавира, поражаешься его многогранности, национальные, бальные, уличные танцы. В городе есть даже коллектив, чей стиль обязан известному на весь мир американскому артисту Майклу Джексону. Дарья Топчева встретилась с этими ребятами. MJ – так называется коллектив, в репертуаре которого на первом месте стоят танцевальные номера в стиле американской поп-легенды. Костюмы, музыка, пластика, ребят – все это соответствует заявленной аббревиатуре, расшифровывающейся как Майкл Джексон. В этом году MJ исполнилось два года. Состав коллектива за это время несколько изменился. Однако есть то, что неизменно. Это объединяющие его участников восхищения творчеством Майкла Джексона. Он великий человек. Просто такое терпение нужно было иметь, такой талант для того, чтобы на протяжении всей жизни заниматься танцами, еще и одновременно с этим петь. То есть, хоть он, насколько мне известно, не использовал фонограмму, а если использовал, то по-любому это просто как фоновая музыка для него была. Участникам коллектива всего по 17-18 лет. Они все самоучки. Но это не мешает ребятам ставить интересные по хореографии номера. Для меня это не просто танец. Это выражение своих чувств, выражение себя. И Майкл Джексон, мне кажется, это один из тех стилей, который отличается от всех остальных современных, либо классики. Это ему даже нельзя определить либо к тем, либо к другим. Соединяющий в себе разные направления уличной танцевальной культуры, стиль Майкла Джексона самобытен и носит отпечаток личности поп-короля. Танцевальный коллектив MJ – участник многочисленных городских мероприятий, фестивалей молодежного творчества «Свежий ветер» и «Позитив». 29 августа ребята собираются принять участие в традиционных мероприятиях, проводимых поклонниками Майкла в Краснодаре, посвященных дню рождения кумира. Дарья Топчева, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Другим новостям. В начале сентября в Новокубанске откроется выставка всемирно известного микроминиатюриста Эдуарда Казаряна. О предстоящем мероприятии не только репортаж Юлии Денишкиной. Мастер микроминиатюр был лично знаком с самим Папой Римским и Английской Королевой. Этот человек известен больше за границей, чем в России. Эдуард Казарян родился и вырос в Ереване, там же получил высшее музыкальное образование и многие годы был концертмейстером Армянского филармонического оркестра. Люди называли его человеком исключительного таланта. В 1947 году Эдуард Авакович впервые представил в родном городе свои невидимые невооруженным глазом микроминиатюры. Тем самым поразив земляков. Его талант был безграничен. Художник, музыкант, врач-офтальмолог, кардиолог, ученый. Творения создателя микроскульптур с трудом объяснимы и не сразу поддаются человеческому объяснению. Со свои 89 лет творец сделал очень много. На 90-м году всемирно известный мастер ушел из жизни. Это интервью он дал незадолго до своей смерти. Природа каждого человека одаряет талантом, а человек должен усовершенствовать его. Но в малые годы он еще в себе не может открыть этот талант и не знает, что это такое. Например, у меня обнаружился талант в живописи и в скульптуре, когда мне было три года. В детском саду. Когда нам приносили глину, я очень радовался. Это был самый лучший день в моей жизни. Лепел какие-то маленькие фигуры или же цветными карандашами рисовал домики. Когда увидел, что хорошо получается, я открыл выставку. Это глубоко религиозный и верующий человек. В момент, когда у него ничего не получалось, он не опускал руки и обращался к Богу за помощью. Результат очевиден. За свою долгую жизнь Эдуард Казарян создал более 600 уникальных работ. Верхом его мастерства стало изготовление движущейся микрофигуры. Для того, чтобы добиться результата, чтобы фигура под микроскопом ожила, мастер сделал более 2000 попыток. Во время выполнения своих работ микроминиатюрист старался делать штрихи на выдохе. Даже биение его сердца могло быть помехой. Есть миниатюры, над которыми он работал три месяца, а есть и такие, на которые затрачено более года. И теперь небольшая часть его работ, а именно 20, выставляется в городе Новокубанске в Краеведческом музее. Это караван верблюдов, которые изготовлены из золотых песчинок и помещены в игольное ушко. Букет роз выполнен из обработанной рыбьей чешуи и покрыт натуральными армянскими красками. Веточки сделаны из человеческих волос. А это поезд. Его длина 8 миллиметров. Он был изготовлен в 1985 году. На обработанном волосе выгравированы изображения вагонов со словами «Мир» на языках всех советских республик. Живописнейший пейзаж, на котором изображены лани, выполнен масляными красками на сердолике. На выставке даже представлен портрет президента Российской Федерации Владимира Путина. Он выгравирован также на сердолике и перемещен в рисовое зернышко. В Новокубанском музее проходит выставка всемирно известного мастера микроминиатюры Эдуарда Казаряна. Такая выставка представлена в нашем городе, я думаю, в районе впервые. Каждый житель, увидев эти работы, я думаю, будет поражен и удивлен. И эта выставка оставит неизгладимый вслед у каждого посетителя нашей выставки. Бесценные работы Эдуарда Казаряна всегда становятся украшением любой выставки. И по сей день путешествуют по всему свету, радуя и удивляя разные народы мира. Юлия Денишкина, Александр Ширилеев, служба новостей Арманира. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы. А на форуме «Медиагрупп» можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Эфир телеканала ТНТ Ромавир продолжит традиционный метеопрогноз. Я же прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание и до встречи на телеканале ТНТ Ромавир. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова